Коллеги, доброе утро. Прошу вас доложить обстановку по обсерватории за прошедшие сутки. Так совпало, что несколько важных юбилейных дат Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории пришлось на самое жаркое лето 2021 года, когда о метеослужбе и ее прогнозах вспоминали чаще всего. 90-летие Приволжского управления гидрометслужбы, 65-летие Тольяттинской обсерватории и, наконец, 50-летие лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды. Это наш лабораторно-производственный корпус, введен в эксплуатацию в 2017 году. Прошу. Если вспомнить историю, то в связи со строительством Жигуровской ГЭС, а затем заполнением водохранилища, появилась потребность в его изучении. Нужны были гидрологи, химики, биологи. На базе биостанции Портпоселка и Гидрометбюро Куйбышев-Гидростроя в 1956 году образовывается Тольяттинская гидрометеорологическая обсерватория. Уже в 1958-м строится новое здание, а в 1971-м, после появления крупных химических производств Тольятти и необходимости анализа качества воды и атмосферного воздуха, организуется лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды. Сегодня здесь 24 сотрудника и хорошо оснащенный инструментарий. Протяженность участка мониторинга 750 километров. Конкретно в этой лаборатории осуществляется анализ проб воздуха, которые поступают к нам ежедневно с 8 стационарных постов города Тольятти и одного поста города Жигулевска. Это диоксид азота, оксид азота, диоксид серы и оксид углерода. Уже по названиям химических веществ понятно, что несведущих сотрудников здесь быть не может. Касается ли это привычной пыли и анализа ее концентрации в воздухе, либо цветных растворов, таких веселых и безобидных на первый взгляд. Здесь обязательны знания лабораторного химического анализа. Мы закончили определение формы электрегида в воздухе, и сейчас мы переходим к расчету оптических облудностей. Это лаборатория спектрального анализа, где пробы воды готовят и анализируют на такие показатели, как металлы и анионы в воде. Оборудование очень дорогое, сложное в обслуживании и требующее большой квалификации специалистов. Это сразу в пробу, в прибор и сразу пять показателей. А учиться есть у кого? Например, у ветерана отрасли с 50-летним стажем, гидробиолога Светланы Павловны Кузнецовой, которая не перестает удивляться и удивлять. Вот вы посмотрите, можно их снять, нет? Вот здесь вот у меня планктон наш. А еще Светлана Павловна – дочь первого директора обсерватории Павла Ивановича Никулина. Ее слова – живая история. Сегодня обсерватория имеет два экспедиционных судна, а также маломерный флот. Здесь осуществляется отбор проб, в том числе на участках, глубиной до 40 метров. От того, насколько профессионально взяты пробы, зависит конечный результат анализа. Поэтому здесь опыт имеет значение. Прошло 50 лет, уровень выполнения анализов вырос. Появилось новое оборудование. На сегодняшний момент у нас два студента, которые продолжают обучение. Пожелаем этим ребятам успешной учебы, а лаборатории – расширение возможностей. И, конечно, поздравляем коллектив с 50-летием плодотворной исследовательской работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова